друзья всем привет обнаружила паутиного клеща на одной из хавортий и вот решила пролить всех потому что это зараза очень быстро распространяется остановить ее практически невозможно поэтому разглядывать каждое растение не имеет смысла имеет смысл просто всех пролить так мы это делаем в пульверизаторе у меня препарат клещевин хотела фитовермом но фитоверма нет у клещевина по моему просто класс опасности больше вернее меньше это значит что он более опасен чем фитоверм в общем всех кто стоял рядом стоит хавортии на которой был обнаружен клещ всех лью всех без исключения вот так по головам потому что паутинный клещ обрабатывается только по головам то есть обработка почвы как пролив актарой здесь не действует только вот так вот на этой своей хавортии я обнаружила еще маленький красненький это я бы конечно не обратила на него внимание но сейчас покажу вам листья в ванной у меня очень плохой свет лампочки перегорели лампочки есть но вставить что-то мне до меня никак руки у меня не дойдут вот смотрите вот эти погрызы на листьях вот белый но сейчас как бы отблеской отблески воды и не очень хорошо видно но все-таки заметно вот вот белые такие как бы полосочки это сосал сок клещ ну вот вот так их побрызгала всех мы сейчас добрызгаю 2 миллилитра он разводится на 1 литр воды вот этот литр воды я сейчас вылью им на головы и оставлю их так здесь ночевать потому что чтобы паутинный клещ может быть даже это и не паутинный клещ обычный клещ такой маленький красненький клещ я лично красненького обнаружила маленького вот чтобы он надышался чтобы он сдох ему нужно время а так как препарат очень быстро испаряется я сейчас вот эти хаворти накрою пленкой вот прям здесь ванной накрою пленкой и оставлю их так ночевать утром пленку сниму поставлю промою все емкости протру горшки и поставлю всех на место на полку накрывать нужно обязательно любое растение которое вы обрабатываете от паутинного клеща или от клеща нужно обязательно накрывать потому что клещу как я уже сказала нужно обязательно время для того чтобы он надышался то есть обработка вот это не будет иметь смысл она не будет эффективной если влага не задержится на листьях ну наверно хватит я сегодня просто сначала полила их а потом когда полила уже начала их просматривать и внимание мое привлекла вот то хавортия вот это качество видео ужасное потому что нет освещенности должной но принцип понятен до обработка от паутинного клеща хавортий это такая маленькая зараза которая вообще практически не видно ворот невооруженным глазом совершенно не видно так как они сейчас у меня стояли на полках и лампы светят достаточно ярко я приглядывалась очень долго и может быть даже я его не заметила но я перед этим начала поливать их и полила их из поливалки полила тонкой струйкой вот так по листьям но и после этого по ходу он выскочил из своего убежища я его заметила ну хорошо что обнаружила вовремя замечательно вот так все друзья это было короткое видео на тему как я обрабатываю хавортии от паутинного плеща все закончилось уже жидкость вонючую все прерываю сейчас накрою пленкой и будут они мне здесь ночевать друзья это называется п.с. по скрипту вот так выглядят мои хавортии под пленкой все теперь до утра друзья и на вот решила спустя уже наверное практически сутки решил рассказать вам показать вам то что сейчас происходит с моими хавортиями вот я сняла с них ту пленку которую вы видели утром но часов 10 утра наверное я ее сняла то есть она они часов в 12 у меня находились может быть даже больше находились под этой пленкой почему я накрывала пленкой потому что паутинный клещ это не насекомое это паукообразная и дышит он не так как другие насекомые и чтобы ему надышаться вот этими вредными парами потребуется не час и не два то есть эффект когда вы просто поливаете свою хавортию но вообще свое свой суккулент свое растение любое поливаете даже лиственные растения которые не суккулентная комнатная ту же розу к примеру комнатную вы поливаете и вода очень быстро испаряется с поверхности листьев и клещ не успевает надышаться вот по этой причине нужно обязательно прям вот стопроцентная гарантия того что он надышится это надевание какого-то целлофанового пакета какой-то пленки то есть то что мешает испаряться влаги с поверхности листьев вот по этой простой причине я их укутывала вчера пленкой вот та самая хаворти на которой я обнаружила паутинного клеща это я обнаружила его не сразу я начала поливать растения все хаворти вчера поливала просто сначала без химии и так как хавортии питаются употребляют влагу устицами которые расположены на внешней стороне их листа это но в строении растения то я решила так как они у меня засушенные я их очень редко поливаю я решила их просто освежить ну типа теплым душем и из поливалки так вот чуть-чуть полила по полила по поверхности вот и по всей видимости вот эта вода она выгнала из своего убежища вот эту вот этого красного клеща которого я увидела по всей видимости это была самка потому что самки они крупнее чем самцы и у паутинного клеща и они во взрослом возрасте становятся более темными вообще существует несколько видов паутинных клещей наверное где-то 5 видов я не знаю точно как они называются красный паутинный клещ и какой-то краснолапый паутинный клещ атлантический счетом какой-то научим их много вот но принцип работы их одинаковый они жрут наши растения они повреждают клеточную ткань в результате чего клеточная ткань естественно она повреждена и она не функционирует должным образом то есть ну вот как вы видите вот эти ранки на листиках они уже не дееспособны то есть они не вырабатывают фотосинтез они не участвуют ни в каких процессах и растение медленно-медленно гибнет особенно когда клещ заполоняет полностью все окутывает своей паутиной растение то это уже вообще это капут кстати паутину не всегда можно заметить вот на моих растениях паутины не было что означает паутина на растениях когда заводится паутинный клещ паутина это явный признак того что клещ уже распространился и готовит себе коконы для распространения для выведения своего потомства самки откладывают яйца но это как бы детский сад у них и если вот эта паутина она ограждает маленьких клещей от воздействия ветра от каких-то там прикосновений и сохраняет их в этой паутине в общем как в парнике вот так они приспособились рождать своих детей знаете практически каждого наверное цветовода любителя постигает такая неудача вот в плане увидеть на своих растениях паутинного клеща никто не избежит этого совершенно вот рано или поздно вам всегда все равно придется столкнуться с этим это конечно же неприятно мы все знаем что это неприятно и ужасно и как с этим бороться дело в том что это очень такое растение растение это очень такое животное это не насекомое это животное паукообразное это такие вот паучата которые очень очень выносливые очень жизнеспособные и цикл их развития жизнедеятельности вообще отличается от развития различных других животных и тех же насекомых дело в том что паутинный клещ очень быстро размножается и когда он размножается естественно повреждение растений становятся максимальными и клещ живет очень развивается он очень быстро причем на его развитие на развитие самого клеща и на развитие яиц этого клеща влияют также температурные условия то есть клещ боится холода клещ боится влаги это вот два основных таких фактора чего боится клещ поэтому в помещениях с повышенной влажностью клещ не заводится в тех растениях которые постоянно поливаются периодически поливаются то есть поддерживается какая-то циркуляция воздуха вот он тоже редко заводится а заводится он в основном вот на полках если суккуленты суккулентов и водов любителей его клещ заводится однозначно от чего от того что сухость почвы суккуленты появляются поливаются очень редко от того что светит лампы но лампы это не от света они заводятся а излучение от теплового излучения которые мы ощущаем от ламп то есть лампы нагревают вокруг мало того почва не полито суккулентов но еще и лампы нагревают этот воздух делают его суше и это идеальная среда для развития и для размножения паутинного клеща и поэтому холодные условия содержания влажность воздуха они естественно предотвращают размножение клеща потому что в таких условиях клещ и его яйца развиваются намного медленней а когда климатические условия вот сопровождающие растения они изменяются в лучшую для клеща сторону то есть воздух становится суше полив растений совсем снижен вот тогда то он начинает массово разводиться если вовремя не заметить то может оказаться поврежденным огромное количество растений потому что это зараза она слишком мелкая чтобы ее сразу увидеть вот поэтому я и говорю что нужно постоянно периодически просто подходить и медитировать смотреть на растения но не и с целью конечно любование растениями и с целью выявления каких-то там вредителей каких-то заболеваний потому что вот научно доказанный факт что многие вредители обитающие на суккулентах они за собой приносят и также они перена являются переносчиками спор каких-то грибов и вирусных инфекций и вот в этом случае если допустим завелся какой-то вредитель то в ногу с ним прям тут же практически будет шагать и какое-то грибковое или вирусное заболевание поэтому вот это одно с другим очень взаимосвязано то есть если появился вредитель то ожидайте каких-то там почернение в листьев каких-то пятен на листьях вот это это факт поэтому если вы такое увидели и вы сомневаетесь что это такое вот почему почернел лист вроде похоже на то что сосет это паутинный клещ листик а вроде похоже на гриб лейте сразу и от гриба и от вредителя потому что вот одно с другим идет практически в ногу паутинных клещей самки намного крупнее чем самцы они вообще такие крошечные что взрослая особь приблизительно размером где-то 0 302 миллиметра то есть такие маленькие это вместе с лапами а тельца еще мельче вот таки такие они маханьки что их практически нельзя заметить самый такой знаете интересный факт я когда когда-то прочитала об этом прямо очень сильно удивилась но вот у разных видов животных какие-то свои нюансы вот у этого вида то что из оплодотворенных яиц вылупляются самки а из небо не оплодотворенных вылупляются самцы ну естественно яйца откладывают самки поэтому чем больше самок тем больше яиц яйца развиваются у них точно также в соответствии с температурой вот при в повторном при повторной обработке нужно учитывать то что яйца развиваются в зависимости от климатических условий то есть какая у вас температура в комнате летом когда жара когда без кондиционеров то есть при температуре 30 35 градусов яйца развиваются до полной стадии из личинки во взрослую особь в течение двух-трех дней то есть моментально жара этому способствует при низких температурах и при вот при холодном при холодном температуре температурном режиме этот процесс затягивается до двух-трех недель вот поэтому когда слушаю когда холоднее и когда больше влажности поэтому очень большая вероятность того что клещ этот не распространится либо если он есть будет распространяться очень медленно потому что жизнедеятельность в условиях холодных температур его занижена вот мы всегда удивляемся знаете чему почему клещ вот я его обрабатывала я не нарушала там периодичность я обрабатывал там с промежутком в семь-десять дней три раза а он зараза все равно вот там прошел месяц он взял и появился дело в том что клещ это такая гадость которая вообще практически никогда не выводится он попадал он впадает в спячку когда для него непригодные условия он впадает спячку и может годами находиться просто в замерзшем состоянии не есть не пить и дожидаться лучших времен в это время он покидает он исчезает с растений он их покидает потому что ну возможно может быть не знаю точно по какой причине может быть пищеварение у него не срабатывает он не может уже жрать растения при таких условиях короче он покидает бежит как крыса стонущего корабля с растения и заползает куда-нибудь в щели куда-нибудь под пол куда-нибудь там в угол в углы стен под плентус под плентуса ну чем в те уголки наших комнат наших окон где на него не попадает солнечное излучение потому что он очень боится ультрафиолета как только для него температура в температура и климат становятся наиболее благоприятными он просыпается и опять начинает жрать наши растения вот такая друзья зараза которую практически нельзя ничем убить и уничтожить но для профилактики нужно почаще обрабатывать водой не только там подоконник горшки протирать где стоят растения но и вообще полы и щели плентуса все это должно подвергаться влажной уборке чем чаще чем тем лучше но это естественное для нашего здоровья не только для здоровья растений ну вот я сейчас говорю непосредственно про растения то есть вот полки те места уголки где стоят наши растения должны периодически хотя бы два раза в неделю хотя бы раз в неделю проходить хорошую влажную обработку то есть горшки снимаются перетираются чуть-чуть листики обрызгиваются у растений вот хавортии это даже любят но их и вере и нет потому что ну как они как бы им параллельно но просто попадание капель воды между листьями но может повлечь за собой гниение растения загнивание вот этих вот этого места где долго будет застаиваться вода а хавортии очень любят это поэтому не помешает так слегка влажной тряпочкой чуть-чуть протирать nude я говорю я вчера из того пузырька который у меня есть вот с носиком с алиэкспресс я просто вот так поливала каждое растение просто поливала вот и вода где-то тут в ямках оставалась где-то стекала ну и потом достигалась когда я увидела вот на этой хавортии клеща вот смотрите так жрет клещ к сожалению или к счастью у меня нет хивери которая которую пожрал паутинный клещ я вам не могу показать это ну вот на примере хавортии смотрите вот эти белые рубчики это повреждение паутинного клеща но я так думаю конечно не расписался я всего одно особь видела ну вот вот так меня уже мерещится наверное нет пока все чисто клещ всегда жрет в основном внешнюю сторону листа то есть если это суккулент ну не только суккулент вообще любое растение вот черенок красывал диджекта то есть сначала клещ будет есть то что находится снизу потом он будет переползать и уже будет питаться кончиками листьев то есть будет грызть не центр листа а именно края листа но в основном поражена будет нижняя сторона но не всегда так но в основном забыла друзья о чем говорила ко мне постучали я прервалась ну наверное все я рассказала может быть не все я уже точно и не помню уже прошло много времени как я поставила на паузу так ну наверное еще про то что как обрабатывать и чем так как вот это зараза этот паутинный клещ он является очень жизнеспособным то мне кажется вот на мой взгляд народные средства здесь не помогут я читала что можно класть чеснок разрезанные зубчики с чеснока класть под растение накрывать на ночь пакетом якобы от чесночных испарений паров клещ сдохнет но возможно потому что чеснок лечит многое но я не уверена поэтому вот этот метод я не советую то есть если кто-то захочет проверить пожалуйста потом поделитесь результатом конечно же это безопасно для себя безопасно для растений но я не уверена что этот метод сработает многие просто моют растения но опять это не относится к суккулентам купают растения в горшке купают смывают щеткой каким-то моющими мыльно-рыльными там тем же ферри еще чем-то какой-то жидкостью для мытья посуды мы возможно зеленым мылом разведенным смывают этого клеща и натягивают на горшок целлофановый пакет там на двое-трое суток ну вот с другими растениями если это прокатит с той же розой и возможно даже будет хорошо потому что роза любит влажность то уже суккулент оба обмотать целлофановым пакетом с влажной средой но это я считаю не очень правильно поэтому для суккулентов мне кажется этот метод тоже не подойдет но основным методом является конечно же обработка химическими препаратами это самый такой вот способ действенный который избавит нас от клещей но не раз и навсегда но хотя бы приостановит вот это его развитие и размножение как я уже говорила до этого нужно помнить что это не насекомое а паукообразное и для его уничтожения не подойдут такие препараты которыми мы уничтожаем насекомых то есть вот тут же элементарные дихлофос я где-то читала что девушка побрызгала растение дихлофосом но мало того что клещ остался так она еще сожгла все листья этого растения то есть вот эти препараты для насекомых они на клеща не действует потому что у него совершенно другая система дыхания система пищеварения и следовательно вот эти препараты которые подобраны для уничтожения насекомых на паукообразных не действуют против клеща используют акарициды и инсектоакарициды вот к инсектоакарицидам относятся актелик я когда-то я с ним давным-давно еще сталкивалась когда у меня по моим даже еще не было суккулентов у меня постоянно на розах был паутинный клещ и чем я только не пробовала но актелик я вам скажу вот по собственному опыту он малоэффективный хоть хотя класс опасности у него высокий то есть он очень токсичный и вот если отравление сразу не вызовет то потом какие-то все равно последствия будут им помещение работать нельзя потому что уж уж слишком он такой рьяный мой да что ж такое то не могу и сегодня видео снять все отвлекают меня отвлекают про что я рассказывала про актелик в общем актелик очень опасный очень ядовитый очень токсичный и как вот я на своих уже розах давнишних убедилась он неэффективный также к инсектоакарицидам относятся еще фитоверм но фитоверм тоже знаете может быть зависит от производителя может быть зависит от кратности обработок то есть фитоверм сразу тоже не убивает обязательно при использовании фитоверма нужен пакет про который я говорила целлофановый то есть как вот я вчера накрывала хавортии свои обязательно я вчера обрабатывала клещевином или клещевитом в общем учета там написано было клещи по моему клещевин или клещевит клещевит наверное я его еще в действии не пробовала то есть я его первый раз купила потому что не было фитоверма в основном я пользуюсь фитовермом но как я уже сказала фитоверм с одного раза никого не убивает то есть какая-то там часть особи гибнет а какая-то остается суккуленты вот я вам говорю честно я наверное за два или за три года вчера первый раз обработала потому что до этого клеща я у себя не видела вот может быть с вот этими привозными растениями что-то приехала фиг знает не знаю но в любом случае я их уже опрыскала и все с ними будет хорошо вот а может быть сам завелся потому что говорю они у меня слишком пересушенные хавортии ну и возможно это поспособствовало развитию откуда там из плинтуса может быть он вылез тот который сидел 10 лет и дожидался как-то я не полью хавортии ну в общем очень много препаратов я к сожалению живу в такой местности где их достать вообще невозможно только заказывать почтой но почтой я вот как-то читала как же какой же препарат я читала очень эффективный то есть он три в одном если я найду как он называется я вспомнила я не был не буду искать я вспомнил он называется маристан вот этот препарат он дорогой я не знаю по моему японский но эффективность его доказано и все им очень довольны дело в том что он сразу от трех типов вредителей то есть он и от паутинного клеща и от трипсов всяких там и мучнистых червецов и третье его действие он от вирусных и грибковых инфекций то есть три в одном но замечательный препарат я его все время хочу себе заказать себе выписать где-то где-то я читала что можно его купить и уже забыла ну просто можно вбить в интернет купить маристан и все и вам выскочит там куча сайтов где можно этот препарат купить мористан что касается кратности обработок как же я как я уже говорила до этого выше обязательно при обработке вторичной этим препаратом учитывайте свои климатические условия то есть если в комнате жарко температура выше 25 градусов то имейте ввиду что клещ в этих условиях развивается стадии его развития стадии развития его яиц и личинок происходит значительно быстрее нежели при холодных температурах то есть если вы обработали у вас комнате 25 даже 30 градусов сейчас отопление включат в октябре и вообще топят безбожно я знаю квартиры благо вот мы тут сами себе топим у нас в доме у каждого свой котел и мы регулируем свое отопление то есть я жару не люблю я могу вообще его не включать не вот а людям деваться центральным отоплением неку некуда и температура в комнате достигает 30 градусов это конечно вообще убийственно люди спят с открытыми окнами потом простужаются ладно я уже пошла опять в дебри короче при таких условиях 25 28 30 градусов кратность обработок должна быть раза три с промежутком в семь восемь дней если температура в комнате 20 градусов 19 градусов то через 10 11 дней будет нормально вот это имейте ввиду обязательно потому что стадии развития зависит напрямую от температуры рука отсохла 24 минуты это у меня будет соединенное видео но не знаю чего вам еще показать наверное все я уже заговорилась сегодня я сегодня снимала про пересадку эхиверии вот она на меня кстати стоит не политика я ее затащила в комнату вот это вот этот опус который я сажала утром где-то часов 12 это вот эта красу к которую я тоже вместе с вами сажала красула беркли такие они прикольные да такие они интересные но вообще можно подумать что это даже не растение какое-то извояние непонятной формы неизвестно что напоминающие не буду говорить что блин тут у меня ящерка лазит присоседилась вот а еще читала в что когда-то давно читала что люди покупают специально каких-то красных клещей или паучков каких-то как-то он называется на букву ф которых специально заселяют в горшки с растениями и вот этот красный паучок клещ он питается именно мучнистым червецом и паутинным клещом ну не знаю но я в это как бы верю я думаю что да что это работает но вот где взять этого причем он не вреден для растений он не ест растение не вреден он для людей он питается только вредителями насекомыми вредителями и вот паутинным клещом которые не являются насекомыми который является паукообразным животным выбралась на свет божий все таки воля есть воля это не то что стеклянные полки с растениями как в клетке вот на воле они смотрятся то по-другому все друзья болталка моя про паутинного клеща подошла к концу вот у нас уже осень уже такая хорошая осень золотая сухая без дождей все друзья будут вопросы задавайте но я думаю я все про него рассказала уж там какие-то нюансы если это я и сама нюансы не особо знаю все спасибо за просмотр вот мы с белкой с вами прощаем белочка 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 покажись побелать какая-то у меня красивая белочка моя моя девочка любимая моя усатенькая моя девочка моя девочка да это моя девочка любимая да это моя моя сокровище белочка моя хорошая все друзья спасибо за просмотр пока пока кстати на улице на растениях никогда не бывает паутинных клещей этому способствует ветер этому способствует климатические условия то есть на улице всегда меньше заразы поэтому всегда нужно обязательно проветривать комнату обязательно там где находятся растения и там где находитесь вы то есть доступ свежего воздуха по любому все спасибо за просмотр пока пока